Уважаемые коллеги, полгода назад мы также стояли у барьера Светлана Анатольевна и также обсуждали эту проблему. Тогда я больше говорил об экономических аспектах. Теперь я попробую выстроить несколько иначе. Мы работаем декорбозином уже почти 50 лет. Эффективность 20%. Близко там Тимодал, близко Ламустин. В общем, где-то от 12 до 20% эффективности монотерапии стандартными химиопрепаратами. Естественно, наступил этап, когда мы стали комбинировать. То есть, кармустин, декорбозин, тесплатин, тамоксифен, веноколлоиды комбинировали с блеоцином. И в конечном итоге, к чему мы пришли? Что практически эффективность комбинации близка к эффективности монотерапии. Естественно, токсичность выше. И вот, какова эффективность полихимиотерапии меланомы при разных исследованиях? В общем, достаточно высокая, смотрите. От 55% до 22%. Это, в общем, не мало. И вот, при исследовании декорбозина и тимодала, что получилось? Что тимодал, в общем-то, вроде бы чуть-чуть лучше по выживаемости без прогрессирования. И все. То есть, в общем, наш старый добрый декорбозин работал на уровне самых новых препаратов. Пока я говорю только о химиотерапии. Использовали доцитоксел. Но также тоже не получили ничего особенного по сравнению с обычной терапией. Много надежд возлагали мы на фозе муситин, когда он появился. Вроде бы прямо вот он решает проблемы и меланомы, и опухоли головного мозга. Оказалось, что нет. Он, в общем-то, имеет тенденцию к большей эффективности по сравнению с декорбозином. Но, в принципе, это все недостоверно. Казалось бы, красиво, да? Ответов в два раза больше. Медиа на выживаемости в три раза лучше. Но, смотрите. Девять человек на фозе муситине прожили год без прогрессирования. Это о чем-то говорит. Говорит, мне кажется, прежде всего, о том, что есть группа пациентов, у которых химиотерапия наверняка эффективна. Просто мы не знаем, что это такое. Пока нет и на умча, я надеюсь, что эти критерии появятся. Хотя он сегодня сказал, что их вроде бы нет. По фозе муситину, ну, примерно та же самая эффективность, ничего особенного. Попробую прекрасный препарат, который показался блестящей, при раке молочной железы, на альбумине приготовленный. Вот. Общий ответ одинаковый. Выживаемость без прогрессирования лучше, да. А общая выживаемость, опять же, прежняя. Хотя вот было сказано недавно, что пациенты очень высоко ценят выживаемость без прогрессирования. Все же мы рассуждаем, наверное, как клиницисты, как ученые. Нам важна общая выживаемость. Решили добавить интерферон, то есть химиобиотерапия. Что это дало? Ну, в общем, самое интересное то, что 9% полных регрессий. Медиана выживаемости оказалась примерно той же. Добавили еще 3 препарата. Такая вот убойная комбинация. Фосимустин, декорбозин, цесоплотин и интерферон. Ну, и что получилось? Да, несколько повыше эффективность. Полных ответов растало 18%. Очень хорошо реагировали поражение легких. 57%. Это цифры, заслуживающие обсуждения. Сравнили биохимиотерапию и химиотерапию. Что оказалось? Конечно, несравненно выше частота общих ответов. А выживаемость то же самое. То есть, как мы не пытаемся интенсифицировать обычную химиотерапию, ничего принципиального нового мы не получаем. Какие плюсы биохимиотерапии? Совершенно точно больше общих ответов. И у отдельных пациентов, вот видите, мы показывали 8%, 19% длительная стабилизация. Но минусы – это высокая токсичность и нет преимуществ общей выживаемости. То есть, в общем-то, ничего принципиально нового по сравнению с декорбозином мы пока не получили. Итак, на круг химиотерапии эффект 20%, биохимиотерапия 40%. Выживаемость – те же самые 8 месяцев. Цифра условная, но средняя. Ну что, будем прощаться с химиотерапией? Ну, мне в этом не хотелось. Вот возьмем Эмур Фенинф. О нем очень много говорили. Вообще, сейчас то, о чем я говорю, мне кажется, я как колхозник в Академии наук. Такая блестящая информация, такие великые достижения. Я рассказываю о том, что было 30-40 лет назад. Но, по-моему, это внимание заслуживает. Вот смотрите, протокол этот. ЭКОК-0 критерий. Господа, я, проработав много лет клинические исследования, впервые вижу такой протокол, где ЭКОК-0, хотя бы 0-1, этого нет. Нет, нормальные показатели генетологические и биохимические. Это когда так бывает? То есть группа, простите, явно отобранная, не больно корректная. Что мы получили? Эффект несравненно большой. Но смотрите, какие осложнения и сколько осложнений. Против декорбазина. Мы сейчас много говорим о качестве жизни. Качество жизни с ортологией второй-третьей степени – это не жизнь, в общем. Это постоянное обезболивающее, это половину дня в постели, бессонница и много чего еще. И вот, почитаем просто инструкцию к Вимуру Феминиву. Синдром удлиненный интервал КУТЭ. Значит, больной подлежит тщательному обследованию. Не дай бог, он принимает препараты, которые с этим борются. Осложнений частые более 30%. Это что такое? Ортология, утомляемость, сыпь, реакции всякие. Тошнота, диарея, лапеция. В общем, масса осложнений отличается у третьих больных. И что еще самое, пожалуй, неприятное? 38% больных, получавших Вимуру Феминив, или редуцировали дозу по осложнениям, или прекращали лечение. То есть появилась группа больных, которым мы пролечили, как положено, хорошим лекарством, которые сняты с лечения не из-за того, что нет эффекта, а из-за того, что они не переносят. И куда же нам этих больных дальше направить? Ну, уж, наверное, может даже и на химиотерапию. И вот дальше сравнение. Все прекрасно. Великолепно преимущество современных агентов. Но в какой-то момент появляется такая точка, где линии идут параллельно вместе. То есть мы можем думать, что есть, опять повторяю еще раз, какая-то группа больных, которым явно химиотерапия эффективна. С этим можно спорить, можно не соглашаться. Но факты имеющие место. И Примумап, нами всеми любимый. Ну, вот какие осложнения. Пятая степень осложнений. То есть сколько людей умерло? Умер алкалит от перфораций. Конечно, не умирают там, где не лечатся. Это всем известно. Но, тем не менее, мы обязаны учитывать вот такой фон самых новых, самых лучших препаратов. Вот то же самое. Вот, конечно, гораздо и Примумап лучше, чем просто Декарбазин. Но опять появляется такой момент, когда они стали много-много месяцев спустя практически равно эффективны. Опять группа больных, которые живет на Декарбазине, небольшая группа. Не хуже, чем на самых новых препаратах. И вот все-таки мне кажется, ну, может, не генетические, может, какие-то еще маркеры должны появиться, по которым мы отберем. Я не могу мотивировать, но я в этом уверен. Отберем тех пациентов, которые имеют наибольшие шансы на химиотерапию, где она предпочтительна. И место химиотерапии стало соответствовать более поздним линиям терапии меланомы. Иммунохимиотерапия обладает большей токсичностью, дает выигрыш в ответе, но ни в коем не выживаемости. И, конечно, клиническая привлекательность химиотерапии, это ее лучший эффект от токсичности. И вот смотрите, ЕСКО, АСКО этого года, все-все очень в своих материях. И все-таки, как перспектива, рекомендуется изучение чейнг-поинтингибидеров плюс химиотерапии. То есть у кого-то в голове она все еще осталась. И, наверное, все-таки надежды на возвращение Карлсона остаются. Спасибо.